Мафиази Берта Бородкина Она стала одной из трех женщин в СССР, которых приговорили к высшей мере наказания. Берта Бородкина по прозвищу Железная Белая из-за войны не окончила даже девяти классов, но тем не менее это не помешало ей крутить одну из самых крупных афер советского периода. Она стала одной из трех женщин в СССР, которых приговорили к высшей мере наказания, смертная казнь. Еврейка Берта родилась в 1923 году в украинском городе Белая церковь. Она с самого детства терпеть не могла свое имя, и представлялась всегда исключительно Белой. А вот фамилию она меняла регулярно. Похоронив четвертого мужа, Бела получила очередное наследство и в 1955-м переехала из Одессы в Геленджик, где встретила уже пятого избранника. Правда, и в этот раз ее семейное счастье длилось недолго. Новый супруг тоже почему-то ушел в мир иной. Только вот ряд этих совпадений следствие не принимало во внимание, так как Бела подозревалась в более интересных государству статьях. Головокружительная карьера Бородкиной началась в небольшом геленджикском кофе и развивалась, скажем так, стремительно. За короткий период она из официантки умудрилась вырасти в заведующую общепита, а затем вообще в руководителя треста ресторанов и столовых всего города. Берта была холодна, хватка и беспринципна, то, что надо для успешного бизнеса. Но, естественно, такой резкий скачок наверх к правлению не обошелся без сторонней помощи. Покровителем Железной Белы стал первый секретарь городского комитета КПСС Погодин Николай Федорович. Уже впечатляет, не правда ли? Но больше, конечно, удивляет, откуда у Бородкиной такие знакомства. Неужто так вкусно кормила? Первым делом Бела научила своих починенных правильно готовить. Она лично показывала сотрудникам кухни, как незаметно разбавлять чаем коньяк, как сделать мясные котлеты без мяса или как выдать карамелизированный сахар за чайную заварку. Из сэкономленных на посетителях продуктов рестораны Белы готовили лучшие блюда для партийных и государственных чиновников, которые получали идеальное обслуживание. Созданные Бородкиной схемы недолевов, недовисов, использования списанных продуктов и банального обсчета посетителей кафе и столовых приносили ей за облачные суммы. Их Железная Бела растрачивала на взятки и обслуживание по высшему разряду своих главных покровителей. Также Бородкина, чтобы не заниматься грязной работой лично, обложила всех починенных от гардеробщика до директора общепита огромной данью. Если сотрудники не передавали четко обозначенные суммы, заработанные на клиентах, то Бела лишала их работы. Конечно, на Бородкину писались жалобы и довольно часто. Только вот к верхушке они так и не попадали, уж много у Бела было хороших партийных друзей. А для них Бородкина ничего не жалела, пышные застолья, прогулки на кораблях, бани. И ко всему этому полагался один весомый пункт – женщины легкого поведения. Бородкина лично занималась всей организацией культурного отдыха высокопочтенных партийцев и гощиновников. Такими методами Бородкина строила бизнес более десяти лет. Поэтому, когда в 1881-м к ней домой пришли оперативники, она рассмеялась и захлопнула перед ними дверь. Все же квартиру вскрыли, обыскали, а на Белу надели наручники. Она до последнего не сомневалась в своих покровителях и ждала, когда они в очередной раз ее прикроют. Но этого не произошло. Надо сказать, что следствие попало на Железную Белу случайно. В те годы делом первой важности было Сычинско-Краснодарское, или Медуновское дело. Тогда уволили и исключили из КПСС больше пяти тысяч чиновников. Тысяча пятьсот из них попали за решетку. Дело Бородкиной лежало в папке с многими другими делами Краснодарского края. Однако ища свою главную цель, первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС Сергея Медунова, следствие обнаружило интересные моменты, связанные с Железной Белой. Прогорело Бородкина не на махинациях обмана посетителей и даже не на взятках, а на фильмах для взрослых. Это был еще один способ одновременно нажиться и развлечь своих покровителей. В отдельных комнатах контролируемых ее заведений крутили клубничку на видеомагнитофанах. Бизнес закончился, когда одна из регулярных жалоб все же дошла в нужные руки. Тогда в ресторан под прикрытие пришли столичные силовики, чтобы заказать кинопросмотр. Когда на экране появились кадры запрещенного фильма, силовики начали захват. Оператор, стоявший у проектора, выдал абсолютно всю информацию о кино для взрослых, и о схемах, и о взятках. В доме Бородкиной было найдено имущество суммой больше 130 тысяч рублей, и это в советское время. Деньги, драгоценности и другие ценности Бела прятала везде, под коврами, в сетках обогревателей, в кладках кирпичей во дворе, ну и как полагается, в трехлитровых бутылях. Весь ущерб государственной казни от Железной Белы составлял миллион рублей. Обвинительное заключение по делу Бела довольно длинное. Вот одна из частей, в период с 1974 по 1982 годы, являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, неоднократно лично и через посредников у себя на квартире и по месту работы получала взятки от большой группы починенных ей по работе. Из полученных ей взяток Бородкина сама передавала взятки ответственным работникам город Геленджика за оказанное содействие и поддержку в работе. Так, за период последних двух лет было передано секретарю горком и партии Погодину ценностями, деньгами и продуктами на 15 тысяч рублей. Спасать Бородкину было уже некому, ее верные покровители. Глава города Погодин бесследно пропал сразу после ее ареста. Правоохранителя не нашла ничего, ни свидетелей, ни следов, ни тела. Пропажа Николая Погодина стала чрезвычайным событием всесоюзного масштаба. Многие из подсудимых Сычинско-Краснодарского дела обошлись отстранением от должности, кто-то получил тюремных срок, а Железная Белына всегда вошла в историю. Став третьей женщиной в СССР, приговоренной к казни. В августе 1983 года Берту Бородкину расстреляли. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.